Много тайн Диктуя толкование, я предполагал не только реагировать на изменения ситуации в обществе, не только разъяснять знания мои людям, но еще планировал и осуществляю постепенно приоткрывать покрывало истории, чтобы люди знали. Что было в предыдущей эпохе и какие изменения происходили с человечеством? Конечно, две тысячи лет истории для человека, для человечества и много и мало одновременно. Потому что для людей, казалось бы, все эпохи отличаются только в уровне развития техники, отличаются уровнем технического прогресса. Прогресс общественных отношений действительно кажется менее впечатляющим и значительным, и прежде всего потому, что не поменялся за века менталитет человека. Не изменилась кардинально его сущность и его отношение к жизни на земле. Да, конечно, человечество прошло путь от рабовладельческого общества до современного капитализма, и форма общественных отношений претерпела значительные изменения. Но человек, по сути своей, остался таким же человеком, с теми же грехами и пороками. Если попытаться оглянуться на предыдущие эпохи, то следует констатировать, что человечество, начиная с ранней ветхозаветной эпохи, прошло путь падения от великого божественного начала до варварства, язычества, до состояния подобия человека-животного, постепенно поднимаясь до высот капиталистического общества. Этот прогресс развития человеческого общества, становление цивилизованных отношений между народными и государствами практически не отразился на внутренней сути человека, а менталитет человека не претерпел таких глубоких изменений по сравнению с бурным развитием науки, техники, развитием современной цивилизации. В истории всегда выделялись как передовые, только народы, владеющие знаниями от Бога, носители культуры, искусства и высших идеалов человечества. Но история безжалостна к тем, кто пренебрег даром моим и не раздавал хлеб на сущные знания, и не был носителем истины, не принимая другие народы в свою религию как новую паству. Человечество было вынуждено каждый раз пересматривать и начинать заново формировать философию жизни, критерии общественных отношений, перенимая в какой-то степени опыт предыдущих поколений. Так текли века медленного, каждый раз с возвращением к исходным позициям развития общественных отношений, медленного формирования новых ценностей, формирования религии или религий, определяющих для каждого народа, государства, свою духовную составляющую жизни человека на земле. Все изменил и добавил ускорение в процесс изменения философии жизни человечества XX век. Этот век во многом изменил представление и отношение людей к жизни, открыл дискуссионный вопрос «Зачем?» и «Что есть жизнь человека на земле?». А 21 век уже просто ворвался, открыв колоссальные перспективы фундаментальной науки в области нанотехнологий, когда человек реально вдруг смог заглянуть в невидимый тонкий мир. А открыв новые виды связи, общение между людьми в реальном масштабе времени сделал в одночасье всех людей в разных уголках планеты, разных национальностей и веры равноправными пользователями электронной сети общения. Действительно, общение людей в разных уголках планеты в реальном масштабе времени перечеркнуло все старые формы человеческого контакта, сделав международную паутину интернета действительно паутиной новых, всепроникающих общественных отношений на земле. Теперь и правдивая информация, и ложь в равной степени могут влиять на сознание людей, могут сделать то, что еще несколько лет назад было не под силу никому, сделать всех людей планеты в одночасье либо счастливыми творческими людьми, либо рабами кучки богатых людей, преследующих свои корыстные цели. Конечно, одновременно с этим и у меня есть возможность повлиять на менталитет людей и дать знания мои огромному числу людей и открыть тайны человечества, которые могут резко повлиять на ход истории, на условия принятия веры в единого Бога, в меня, на земле и на всей планетарной системе. И если бы я не был Богом, если бы не был Создателем всего и вся, я бы не стал проводить сложнейшую операцию, по возрождению человечества. Поэтому я, ваш Господь Бог, Всевышний, диктую слова мои через человека с одной и главной целью – переделать менталитет людей, возродить религию единого Бога и на базе этой веры сформировать новых людей, способных быть моими помощниками в вечности. Я говорил о том, что все в моей власти здесь, на земле, и у меня нет желания все прекратить. Совсем наоборот, я хочу создать предпосылки преобразования, совершенствования человека до уровня подобия Бога на земле. Я выбрал человека из вашей среды, дал и продолжаю давать знания мои великие с тем, чтобы люди поверили мне и пошли за этим человеком к истине, к моей религии. Я создам и создаю условия принятия этого человека всеми людьми планеты, как моего представителя на земле, как человека, не Бога-человека, а именно человека-бога, который покажет путь и поведет этим путем людей в новый мир на базе моей религии. И тогда может наступить и наступит мир на земле, а духовность будет критерием жизни людей на земле. Продолжение следует...